Здравствуйте, друзья! Вопрос. Почему христиане во время богослужения совершают кождение? Действительно, мы, христиане православные, ну и христиане других церквей апостольской традиции совершают во время богослужения, как общественного богослужения, то есть в общинах, в храмах совершают кождение, так и во время частных богослужений, будь то панихида на кладбище на могиле, молитва усопших или освящение квартиры или какое бы то ни было иное богослужение. Почти при каждом богослужении совершается кождение, когда воскуряется особое вещество, мы обычно называем его ладаном или ливаном по-славянски, воскуряется в особой кадильнице во славу Господа. Кадила тебе приносим, Христе Божий наш, воню благоухания духовного, говорит тот, кто совершает кождение, священник, говорит молитву перед началом кождения. Ну, потом или он, или дьякон совершают кождение. Многократно совершается кождение во время божественной литургии, ну и во время утренней, вечерней и всех других богослужений, почти всех богослужений совершается. Некоторые часы там, какие-то другие, келейные большей частью богослужения, там кождение не совершается. Итак, почему же мы совершаем кождение? Это такой обычай, который перекочевал к нам, христианам, из Ветхого Завета. Вообще много и в устройстве наших богослужебных зданий, то есть храмов, культовых зданий, много как бы напоминает нам об Иерусалимском храме, который был в Иерусалиме, или о скинии, переносном храме-мешкане, которая была во времена предшествовавшей постройки Иерусалимского храма. Вот устройство храма, есть притвор, есть центральная часть храма, есть алтарь, алтарь это как бы святое святых, есть престол, на котором возлагается Евангелие, это как бы ковчег завета, в котором скрижали Слово Божие. И много-много других деталей, напоминающих по своему устройству, храм этими деталями напоминает об Иерусалимском храме и о скинии, переносном храме. В древности христиане не сразу ввели кождение, потому что оно было для христиан первых веков обычаем соблазнительным, потому что оно соблазнительным не для христиан из иудеев, а для христиан из язычников. В языческих странах, в языческих землях, где возникали христианские общины, кождение изначально не совершалось. Почему? Потому что процесс сам кождение напоминал для христиан языческие культы, которые вот на соседней улице, языческое капище, там совершается кождение. Вот они сами когда-то были язычниками, воскуряли ладан, фимиам, совершали кождение в честь императора, культ императорский, или в честь каких-то греческих, римских божеств, или сирийских. И все это им напоминало прежнюю практику. Слишком свежи были воспоминания об их идолопоклоннической юности. Поэтому христиане не сразу принимали кождение, и лишь с веками этот обычай, этот обряд установился в христианской церкви, уже в ранне-византийскую эпоху. С тех пор стало совершаться, при богослужении христианами стало совершаться кождение. Сейчас кождение не вызывает уже ни у кого отторжения, оно совершается во имя Господа, совершается кождение несколько отличное по форме от того, которое было в ветхозаветные времена. Говорится, например, в книге «Исход» в 30 главе, что нужно было соорудить жертвенник для приношения курений, из дерева сетим повелевалось его сделать, даются размеры в начале 30 главы книги «Исход». И вот это была не переносная какая-то кадильница, как обычно сейчас, а стационарный такой вот кадильный жертвенник, стоявший в Иерусалиме, сначала потом в Иерусалимском храме. И на нем воскурялся особый состав. Вот здесь четко составные части перечисляются в 34 стихе. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана всего поровну». Ливан — это ладан. «И сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой». «Истолки мелко» и так далее. И вот для частного употребления ни в коем случае не предназначался, а только для употребления во время общественного богослужения в Скинии, потом в Иерусалимском храме. Кто сделает подобное, чтобы для себя что-то такое, чтобы воскурять, то душа-то истребится из народа своего. Так заканчивается 30 глава книги «Исход». Богослужение сопровождалось вот этим самым кождением. В книге «Левит» говорится о том, что хлебное приношение, на него возлагался ладан, то есть тоже вот этот самый ливан, ладан, входящий в состав вот этой курительной смеси, которая здесь в 30 главе. При приношении жертвенных животных не дозволяется совершать приношение вот этого благовонных веществ, а при хлебном приношении книга «Левит» повелевает совершать, возлагать сверху на хлебное приношение, на муку солит, тонкую муку возлагать так же ладан. Почему у нас совершается кождение? Еще раз этот вопрос озвучим. Потому что мы, христиане, хотим Бога почтить. Почтить в том числе тем, что называется в переносном смысле приятным благоуханием. Конечно же, это приятное благоухание для нас, не для Бога. Слишком антропоморфным было бы наше представление о Боге, если бы мы думали, что Он может обонять это самое благоухание. Это антропоморфизм. Но мы совершаем это для того, чтобы прославить Бога, почтить Его, воздать Ему славу, честь и используем кождение как элемент христианского богослужения. Если вспомним мы рассказ Евангелия от Матфея, рассказ о Рождестве Христовом, то там волхвы, пришедшие с востока, мудрецы, волхвы, они принесли дары богомладенцу Иисусу, родившемуся и лежащему в Эфилемской пещере. Что же они принесли? Золото, Смирну и Ладан или Ливан. Золото, как царю, Смирну, как имеющему умереть за грехи всех людей, спасителю, искупителю, покойнику. И, наконец, Ладан. Ладан, как Сыну Божьему, почтив и тем самым Его божественное происхождение. Вот поэтому и в Новом Завете, и в Новозаветном богослужении, в наше время мы используем Ладан для совершения кождения пред Богом во время молитвы Ему. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok